Всем привет! Сегодня поговорим про каналы коммуникации в 1СОНФ. Для каждого бизнеса это важнейший вопрос, как общаться со своими клиентами. Важно, чтобы каждый клиент мог удобным именно ему способом достучаться до нужной компании, пообщаться с менеджером и чтобы все это общение привело в итоге к сделке. Кто-то любит звонить по телефону, кто-то ходит ногами в магазин, а кто-то, особенно это актуально в текущее время, хочет и любит пользоваться привычными способами связи – это мессенджеры. И вот в новой версии 1СОНФ мы добавили сразу два новых канала коммуникации с клиентами. Это интеграция с мессенджером Telegram и ВКонтакте. Теперь эти два приложения можно интегрировать с вашей 1СОНФ, и все сообщения, все заявки, которые раньше приходили туда, в интерфейс Telegram и ВКонтакте, будут попадать напрямую менеджеру в 1СОНФ в привычный и знакомый ему интерфейс, в его рабочее место. Давайте сразу же переместимся в ОНФ, посмотрим и проверим, как это все работает. Чтобы такую интеграцию подключить, нужно предварительно настроить обсуждение. Это такой встроенный чат, который уже ранее был доступен, который позволял менеджерам общаться друг с другом внутри программы. А теперь здесь же, в этом же интерфейсе, можно будет общаться и с клиентами. Одновременно вы можете подключить любое количество интеграций, ботов, групп ВКонтакте. Например, если у вас несколько организаций, или вы по-разному их продвигаете, то вы все это можете реализовать. Само подключение довольно простое. Я подробно останавливаться не буду, нужно заполнить всего лишь несколько полей с секретными ключами. Интересное в настройке это то, что здесь можно подобрать тех пользователей, тех менеджеров, которые будут входящие сообщения, входящие заявки обрабатывать на стороне 1СОНФ. Для чего это может быть нужно? Если большой поток сообщений, и кто первое сообщение забрал, того и клиент. Либо можно, например, добавить ответственного менеджера в чат, чтобы он все эти общения контролировал, распределял и так далее. У меня уже есть настроенные интеграции, и давайте сейчас переместимся на место одного из наших клиентов. У нас есть группа ВКонтакте с какими-то товарами, и мы хотим что-то купить, давайте что-то напишем нашу компанию. Отправляемся в диалог. Привет. Можем ли мы сегодня подъехать? Будет ли товар в наличии? Пишем. Открываем 1СОНФ. Здесь мы видим, что пришло новое сообщение. Мы видим сразу, от кого оно пришло. Подтягивается имя нашего клиента. Подтягивается источник, что это ВКонтакте. Видим название группы. То есть сразу у нас вырисовывается весь контекст. Мы знаем, с кем мы общаемся. Можем прямо здесь же ответить. Добрый день. Конечно, приезжайте. А теперь главное. Давайте отправимся ВКонтакте и проверим, дошло ли сообщение. Ну да, дошло. Супер. Все оно здесь. Вся интеграция, то есть видим, работает в режиме реального времени. Так, смотрите. Пока мы общаемся. Нам уже написал второе клиент. Это уже, видим, другой источник. Это пишет Карина через бот Телеграма. Добрый день. Видим, что она даже что-то заказывала, получается, уточняет номер заказа. Давайте. Мы можем сразу воспользоваться здесь же поиском контекста, никуда не переключаясь. Найдем заказ. Заказ у курьера. Отлично. Здесь же ответим. Супер. Смотрите. Буквально за несколько минут мы обработали заявки сразу от двух клиентов. То есть интеграция с мессенджером позволяет менеджерам экономить время и не переключаться между разными контекстами. Не нужно переключаться между другими программами или вообще брать телефон в руки. Теперь все в одном контексте. Можем найти заказ, подключить нашего, найти нашего клиента в CRM, карточку контрагента привязать, заказ и так далее. Более того, это выгодно еще и самим компаниям. Теперь вся переписка, вся история общения с клиентами, даже в мессенджерах, будет храниться в нашей программе, в 1С управлении нашей фирмы. Для того, чтобы старший главный менеджер мог это общение просматривать, анализировать, как мы общаемся с клиентом, есть ли где-то какая-то упущенная выгода и так далее. Надеемся, что этот инструмент будет вам полезен и вы будете им пользоваться. Спасибо за внимание.